Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! 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 Вольный ветер Исполняет Полина Вдовина Партия фортепиано Студентка второго курса Ксения Леонова Класс преподавателя Олеси Сергеевны Бажановой Партия фортепиано Да, я всегда была, и беда дьявола, и беда дьявола. Я дьявола, всегда была, дьявола, дьявола, и все было. С голоду снова добывала, все колосят в двенадцать голосов. Я там писала, песню напевала, поддела потушен поясок. Если бывает тяжелое, то скоро я истерю. Кошка я плотно, я в ладоши плотно, и опять на зло судьбе пахну. Да, я всегда была, беда дьявола, беда дьявола. А дьявола не любит умевать, лишь и беда, но не спит, и стык и спать. Да, я всегда была, беда дьявола, беда дьявола. Я дьявола всегда была, беда, беда, на все плевать. Я всегда была, беда, на все плевать. Когда Александр Бородин работал над созданием своей оперы «Князь Игорь» и впервые продемонстрировал половецкие пляски в кругу композиторов-кучкистов, то они сразу произвели фурор, а со временем стали очень популярны среди исполнителей и постановщиков. Музыка половецких плясок отличается ярким воплощением восточных образов, ослепительной красочностью и вместе с тем грацией и пластичностью. Существует транскрипция этого сочинения для разных инструментальных составов. Сегодня половецкие пляски из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина прозвучат в транскрипции Круглова. Исполняют студентка четвертого курса Виолетта Зазыкина-Домра, партия фортепиано студентка четвертого курса Вероника Молчанова, класс преподавателя Анны Евгеньевны Полищук. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Ла-ла-ла-ла... Сегодня, 1 апреля, день рождения Сергея Рахманинова. 151 год со дня рождения. Большое место в его раннем творчестве занимает камерная вокальная лирика. После окончания консерватории им было создано три вокальных опуса, включающих в себя 24 романса. В этих циклах вырисовываются черты самостоятельной творческой индивидуальности композитора. Вокальное и инструментальное начало в романсах Рахманинова по существу равноправны, а иногда партия фортепиано несет в себе даже большую нагрузку в воплощении музыкально-поэтического замысла. Обращаясь к традиционным жанрам русской вокальной лирики, Рахманинов трактует их часто по-новому, по-своему, свежо. Так переосмысливается им, например, жанр элегии в романсе «Давноль мой друг» из цикла шесть романсов, опус четвертый. В конце романс приобретает страстный, восторженно-ликующий характер. И элегия здесь превращается в патетический дифферамп. Сергей Рахманинов, слова Голенищева Кутузова «Давноль мой друг» исполняет Полина Вдовина, партия фортепиано, студентка третьего курса Ульяна Власова, класс преподавателя Дарьи Михайловны Гороховой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Альфред Шнитке 17-18 веков. Прошло пять лет, и режиссер вновь обратился к Шнитке с просьбой о совместной работе над новым фильмом «Спорт, спорт, спорт». Музыка киноленты получилась весьма разнообразной, но, скорее всего, могла остаться неизвестной, если бы не выдающийся скрипач Марк Лубоцкий, который обратился к Шнитке с просьбой сочинить для его студентов какое-нибудь произведение. И вот тогда, вспомнив о своих кинофрагментах, Шнитке объединил их в Сюиту и сделал переложение для скрипки и фортепиано. В Сюите пять частей – балет, пастораль, пантомима из кинофильма «Похождение зубного врача», фуга и минуэт из кинофильма «Спорт, спорт, спорт». Альфред Шнитке, минуэт и фуга из Сюиты в старинном стиле исполняют студенты третьего курса Мария Блинова – фортепиано и стипендиат губернатора Саратовской области Айша Тугушева – скрипка, класс преподавателя Натальи Валентиновны Ивановой. Альфред Шнитке, минуэт из кинофильма «Похождение зубного врача» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» День рождения Николая Римского-Корсакова, автора 15 опер и 80 романцев. Содержание вокальной лирики Римского-Корсакова – эллигичность, любовные чувства, образы природы, Востока, размышления об искусстве. В 90-е годы были созданы романсы, в которых проявились новые стилистические черты, углубление лирико-психологической проблематики, стремление к большей мелодичности. В это время Римский-Корсаков пишет на стихи только Александра Пушкина, Алексея Толстого и Аполлона Майкова. Николай Римский-Корсаков. Слова Александра Пушкина. «Редеет облаков летучая гряда». Исполняет Максим Корнеец. Партия фортепиано. Студентка 4-го курса Анастасия Романовская. Класс преподавателя Ларисы Владимировны Фроловой. АПЛОДИСМЕНТЫ «Редеет облаков летучая гряда». Звезда печальная, вечерняя звезда. Звезда печальная, вечерняя звезда. Звезда печальная, вечерняя звезда. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал, Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Симонс. Русский композитор Александр Гречанинов – продолжатель национальной традиции композиторов «Могучий кучки». Его творчество относят к переходному этапу в истории русской музыки. Наиболее ярко дарование композитора раскрылось в камерно-вокальной и хоровой музыке. Его романсы, написанные на стихи русских поэтов – Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Блока, Бальмонта, Брюсова – привлекают мягкой лирической напевностью, чутким преломлением народно-песенных элементов, поэтической пейзажностью. Александр Греченинов, слова Алексея Толстого, «Нанивы желтые» исполняет Полина Вдовина. Партия фортепиано студентка третьего курса Мария Блинова. Класс преподавателя Олеси Сергеевны Бажановой. Партия фортепиано «Нанивы желтые» 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Спасибо. Субтитры подогнали Симон. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Один из замечательных образцов камерного вокального творчества Сергея Рахманинова – романс «Весенние воды» на стихи Тюльчева. Он весь словно залит солнечным светом и проникнут чувством радостного подъема и ликования. В этом романсе впервые у Рахманинова так ярко проявились те весенние настроения, которые начинали все отчетливее слышаться в русском искусстве с середины 90-х годов XIX века. Роман с Рахманинова несет в себе более широкое содержание, чем просто картина природы. В пору нарастания революционного движения в 1900-х годах этот роман стал символом общественного пробуждения. Сергей Рахманинов. Слова Федора Тютчева «Весенние воды» исполняет Полина Вдовина. Партия фортепиано. Стипендиат губернатора Саратовской области, студентка 2-го курса Александра Сорокина. Класс преподавателя Олеси Сергеевны Бажановой. Партия фортепиано. Стипендиат губернатора Саратовской области, студентка 2-го курса Александра Сорокина. Партия фортепиано. Стипендиат губернатора Саратовской области, студентка 2-го курса Александра Сорокина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Анастасий Гавриш Виолончель И студент третьего курса Леонид Стефанович Контрабас Класс преподавателя Натальи Валентиновны Ивановой Аплодисменты 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 Аплодисменты